Доброго времени суток! Мы сегодня с вами будем сажать вот этот вот прекрасный можжевельничек. Можжевельничек я выкопал в лесу. Территориально мы находимся на Вологодской области. На территории Вологодской области. И в лесу у нас вот растет вот так вот дичком можжевельник. Давайте приступим к посадке. Так, у меня тут земля сублинок. Тяжелая земля, конечно, для можжевельника. Но растет. Лето сухое. Не продавить землю. Я вот так, кстати, в это лесно где-то в районе 40 еле посадил для живой изгороди. Та посадка заключается у меня в следующем. Вот так вот я делаю крест. Крест надрезаю. Первоначально делаю крест. А теперь этот крест обкапываю. Вот так вот еще срезаю грунт. Так. И по кругу. Камень попали. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас маленечко поуглубим Зарыхлили, теперь берем другую лопату Теперь я продолжаю вот этой уже выкапывать лопатой Эта лопата у меня доработана под себя Теперь я вот так вот вычерпываю и сюда переворачиваю Снова то же самое И переворачиваю Переворачиваю Вот этой глубинной ямки Как все хвойные Как все хвойные Можжевельник любит супостную генду И земля у меня здесь Сублинок тяжелый Мы ее маленечко закислим Вот таким вот Опадом хвои И смесью коры Перемешаем Перемешаем Землей Впоследствии это будет удобрение для Можжевельника Кислотность Дальше берем сам Можжевельник Вот так Меряем его как он будет Будет он у нас Вот таким вот образом Расти И теперь поступаем к самой посадке Так Корешок вот так крепим И вот так вот мы его прижимаем Для посадки используем Землю с хвойного леса С того же леса Где я и выкопал сам Можжевельник Ее мы тоже маленечко закисляем Хвойным опадом Вообще все хвойные любят Кислотная земля Кислая Вот мы ее Сейчас и будем использовать Уменяем Так Открываем Потом я его вот так вот подопру Вертикально Чтоб он стоял Сейчас у меня палочек нету для поспорки вообще еще можно добавить палочек где-то зельник можно напилить диаметром 100 120 такой баланс баланс как называется он и можно внутрь ямы добавить это будет аккумулятор влаги а впоследствии это будет также удобрения все сверху мульчируем смесью хвойного опада с корой бойной белого корой мульча будет сохранять влагу ну и впоследствии тоже пойдет удобрением когда перед нее теперь все это дело мы с вами обильно будем поливать сажаю я не первый год уже можжевельник сажал и в августе приживается сажал и весной вот последняя посадка у меня была весной 2014 года из 10 штук прижилось только два можжевельника посмотрим у нас вот этот можжевельник его будем ежедневно поливать подводим итоговые работы у нас уже на дворе сентябрь конец сентября и пожалуйста вот наш можжевельник спокойно спокойно приросся спокойствие он провел лето дал даже прирост и на нем вызрели семена семена следующая наша сейчас задача надо его им сделать на зиму влагозащитный полив но влагонасыщенный полив но я его делать не будут так как вчера прошел обильный дождь и теперь первый год можжевельник боится можжевельник боится первый год солнечного ожога не надо его путать с обморожением обморожение можжевельнику сильные морозы не страшны он морозоустойчив он боится первый год у него корневая система слабая и в нем будет все-таки маловато влаги и будет солнечным ожогом огорать будет выгорать от солнечного ожога весной я это дело делаю проще можно вбить три клинышка можно обмотать марлей мешковиной чем угодно только единственно надо снизу оставлять продакт для вентиляции чтобы не завелись мыши и ничего не прело я чуть-чуточку делаю это все попроще я от солнечного ожога от солнечного весеннего света просто закрою шиферинкой вот таким вот образом у меня будет можжевельник зимовать но пока рано пока у меня просто подготовительный процесс все пожалуйста смотрите все у нас прирослось и все прекрасно до свидания с вами был сергей